Строительные страсти не утихают и в Алма-Аты. На месте единственного сквера в одном из микрорайонов в центре мегаполиса может появиться жилой комплекс. Местные жители больше года пытаются спасти зеленый уголок. Горожане не раз обращались в Акимат, но даже там оказались бессильны. А месяц назад строительная компания оградила участок высокими заборами и приступила к работам. Напомним, что сегодня президент страны ставил задачу перед Акимом Алма-Аты с Агентаевым. Город должен быть безопасным и зеленым. Скандал вокруг этого участка в микрорайоне Самал-3 не утихает вот уже год. В прошлом году местные жители узнали, что их прогулочная зона принадлежит частным лицам. Этим летом объявились и сами хозяева. Товарищество с ограниченной ответственностью Самал-резидент. С первым делом они огородили территорию, завезли спецтехнику и начали рыть котлован. Акимат нам проложил дорогу, Акимат посадил деревья, был у нас газон здесь. Люди все выходили и отдыхали. Теперь нам перекрыли эту дорогу, поставили вот этот забор. Теперь куда? Даже отдыхать места нет ни детям, ни нам, старикам. На месте сквера планируется возвести жилой комплекс и бизнес-центр. Местные жители лишились не только прогулочной зоны, но и теперь могут оказаться в плену уплотняющей застройки. Когда мы обратились в ЧС, нам ребята либо не понимают, либо не осознают, что при чрезвычайной ситуации это единственное место сбора. Жители вокруг, вы посмотрите, они нам предлагают бежать в течение километра, на расстоянии одного километра в школу. Как наши старики побегут куда-то? Каким образом? Я свидетель девятибального землетрясения, я видел своими глазами, как люди выбегают во двор. Это очень страшно. На 10 квадратных метров должно быть территорий на человека, который будет проживать в проектируемом доме. У них своей территории вообще нет. То есть у них есть дорожки вокруг дома и парковка. Что происходит? Они собираются использовать наш двор как свой по документу, потому что своего двора нет. И для этого они проводили якобы общественные слушания в прошлом году. Общественных слушаний по факту не было. За помощью местные жители обратились в Акимат, однако и там не смогли помочь. Частная компания выиграла суды. Теперь Управление городского планирования и урбанистики направило к эстационную жалобу в Верховный суд. И пока не выйдет решение комментировать ситуацию, они отказываются. Все временем застройщик продолжает строительные работы. На контакт с населением они не идут. Асим Кощегулова, Эдуард Кон. Итоги дня. Алматы.